МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации Толярадо, компания Гомель, студия працуя Маргарита Котова. Глядите в этом выпуску. На нейтральной полосе белорусский бок оказывает допомогу паломникам-хасидам, которые не смогли пересекшую украинскую границу. Клятва на верность родиме. Молодые супрацовники Гомельской мытни сегодня принесли присягу. Экономить сотни тысяч долларов дозволить эмбре-трансплантация. У Гомель взят шплем предприемства новые планы. А зараз об этом и иншим больше подробятно. Президент Беларуси Александр Лукашенко решил оказать допомогу паломникам-хасидам, которые находятся на нейтральной полосе между Беларусью и Украиной. Коля 800 человек накировались в город Умань для святкования Иудейского Нового Года, но не сдолили прости про сукраинскую границу. На место подеи выехали наши корреспонденты. Проблема на границе возникла вчера вечером. На нейтральной полосе по меж белорусским пунктам пропуску Новая Гута и украинским Новые Ярыловичи собрались около 500 паломников-хасидов, которые мкнулись отрапить в украинский город Умань для святкования Иудейского Нового Года – Рож-Хашана. Беларусьскую границу паломники пересекли без проблем, але на украинскую территорию не змогли трапить зауведенных мер по боротьбе с коронавирусом. Сироты, хто практически одразу пришел на допомогу людям, які опынулися у такой складанной ситуации – Гомельская областная организация Беларуського товариства «Червоного крыжа». Мы оказываем помощь людям. Мы начали ее оказывать еще вчера вечером. И сегодня целую ночь дежурили наши сотрудники и волонтеры. Мы раздавали горячее питание, горячий чай. Детям маленьким выдали одеяло, потому что ночь была очень холодная. Дети замерзали, они спали прямо на асфальте, на полу. Устанавливали палатку с теплопушкой, с обогревом. То есть обеспечивали комфортное пребывание именно детей. Наша основная цель – это дети, женщины и пожилые люди. Ну, также и всем остальным давали горячую воду, для того, чтобы могли согреться. На данный момент сейчас нас 12 человек, и будет постоянно взаимозаменяемость. Одни уезжают, другие приезжают. То есть мы будем дежурить по мере необходимости только количество времени, сколько мы здесь будем нужны. Не глядяши на закрытую украинскую границу, на протягу усяго дня сюда приезжали паломники-хасиды. Постанье на 7 годин ранецы на нейтральной полосе наличвалось уже около 730 человек, на 11 годин амаль 800. Бадай самая великая проблема, с якой сутыкнулися люди – отсутность уму для больш-менш протяглого знаходжения на нейтральной территории. У размуви с журналистами они кажут, что не ведали об закрытии границы и не разумеют, шаму попередние группы сдолили ее пересекчи, а им заборонили. Сначала это была открыта грабница, но потом закрыли ее. Сказали, что можно ехать. Много людей ехали здесь, но когда мы приехали в грабницу, сгадает, что это закрыто. Мы только хотим уман на Новый год евреи быть на уман. Есть там много людей, есть там мусульман, есть там христиан. И тоже евреи хочут на уман. По часу приезду на нейтральную полосу беларусько-украинской границы старшинни Гомельского облаканкама размова о першочерговых мерах, яке необходимо принять, чтобы створить для паломников нормальные умовы. Уже сегодня сотрудники Министерства по незвычайных ситуациях разгорнули некольких великих теплых палаток, у которых будут находяться люди. В первую очередь дети. Их дарыши на границе каля 150. А про шатагу выражаются питания об организации харчевания с уликом привозу продуктов, яке дозволяя религия. Плюс створение санитарных умов и медицинское обслуговование. Для доставки усягу необходимого пограничники организуют зеленый калидор. Есть палатки, сейчас мы приняли решение о дополнительном питании подвозе. Сейчас идут кухни, 900 человек мы сможем прокормить. И зато на эти дни все тоже работают организованно. Также мы ставим сегодня задачу создания и условий определенных. В первую очередь придет 4 автобуса, где они могут находиться в ночное время, для того, чтобы не подвергаться к каким-то условно называемым климатическим условиям воздействия. Ну и, конечно, создадим условия биотуалеты, подвезем в аду, создадим элементарные условия. Но остальное уже за действиями другой стороны, для того, чтобы принять решение по их дальнейшему продвижению. Первая большая часть паломников, якея знаходятся на нейтральной полосе беларуско-украинской границы, грамадзяне Израэля. Разом с ними по ляпшению ситуации чакают так само жахары Великобритании, США, Франции и Польши. Меры, якея зараз принимает беларусский бок, оцениваются однозначно. Словы «Беларусь» – гуд. Тут можно почуть часто. При этом паломники вельмес подзеются, что с допомогой нашей краины ситуация вырешется на их корысть. Мы хотим поблагодарить Беларусь и ее правительство. Прекрасные, очень добрые люди. Спасибо за готовность помочь. Кроме того, спасибо Украине за то, что они все-таки откроют границы. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько. Телерадио «Компания Гомель» с беларусько-украинской границы. Законность, сумленность и неподкупность молодых супрацовников Гомельской мытни сегодня принесли присягу. Урачистые мероприемства промерковали до надыходящего дня мытника. Головные удельники – 12 юнаков и девчин. Церемонию провели в Музее истории Гомельской мытни. Там у молодых людей поделили на группы. Кировничество организации повиншевало молодца с номинальным днем и означало. Их такая работа, якая потребует уваги, серьезного ведения законодавства и постоянного самодосконаления. Обовязок нового поколения притрымливаться головного ориентира, сумленности. Интересная и динамичная работа в то же время возлагает на плечи огромную ответственность. И осознание этой ответственности приходит именно с принесением присяги. От лица всех молодых сотрудников и от себя лично заверяю, мы не подведем. Будем ответственны и добросовестно выполнять свою работу. Сегодня в Беларуси распошалась вакцинация супрать-гриппу. Вакцина поступила во уселье ошибной установы в области. За ней можно звернуться в поликлинику по месту жихарства. По попередних датинных зарабить пришепку плануть коля 500 тысяч человек. Отзвычайно вакцинация проводится до первого снежня. Однако все лета Министерства охоты здоровья пропоновала скоротить термины до первого листопада, как поспеть до уздыма захворования у тимлику на коронавирус. Бесплатно могут пришепиться люди с хроничными захворениями. И ты, что и отдельно связаны с обслугованием насельства. Наставники, работники ЖКГ, милиции, представники некоторых инших профессий. До конца наступного дня запланована поставка платной вакцины для громадян, которые не выходят в группы «Рызыки». За счет республиканского и местного бюджета будет поставлена вакцина «Гриппол» российского производства. Вакцина на сегодняшний день себя зарекомендовала. Мы уже много лет прививаемся этой вакциной. Она показала очень хорошую эффективность. И еще у нас на рынке будет присутствовать импортная вакцина. Это «Инфлювак» и «Вакси-Грипп». Анализ дадзиных за минулый сезон показал эффективность иммунизации супрать «Гриппу». Узровень захворывания сярод пришепленных у 7,5 разу ниже, чем сярод тех, кто отмывался от вакцинации. А кроме того, урачи отзначают, что не пришепленные от «Гриппу» хвораются на COVID-19 частей и складаний. У склад вакцины выходят наибольшие распространенные вирусы «Гриппу А», «Б» и пандемичного H1N1. После вакцинации человек повинен вести здоровый ладжиття. Организму требует минимум 2 недели, чтобы выпрацовать достатковую колькость антителов. А охоленный уровень формируется празд в месяц после вакцинации и заховывается на протяжении года. До других тем. Быки вагой по полторы тонны скрупулезный генетичный отбор, подрыхтовка до эмбре-трансплантации. Наши корреспонденты наведали Гомельдзиаш племпродприемства и не только как доведаться об стане справ и перспективах, а и познайомиться с первоможцами республиканского конкурса мастерства по штучным осеменениям живел. Лепшие работники приехали сюда из Мазырского и Светлогорского районов. Марина Северьянова с подробностями. Самое складанное справится с хвалеванием, а теория и практика добровядомые. Кажуть, удельники республиканского конкурса, яке привезли первое место в Гомельскую область. С поборництва прошло на днях в Брестском районе. У им свои веды и навыки демонстровали больше 60 мастеров по штучным осеменениям живел. Мы похудрали за всеми переможцами от нашего региона. Самое сложное на конкурсе было справиться с волнением. Мы понимали, что туда приехали лучшие из лучших, профессионалы своего дела. Поэтому зачастую побеждает именно тот, кто лучше всего справился с волнением. Наверное, нам это удалось. Я ехал туда показать свои знания, узнать знания людей, которые работают по всей Беларуси. Туда ехали люди, у которых хорошие показатели, которые тоже чего-то добились в жизни. И мне было интересно посоревноваться с людьми, которые умнее меня. На конкурсе сложная конкуренция. Очень сильные соперники, даже преклоняюсь перед некоторыми, потому что люди опытные все. Видно, что все подготовленные. И поэтому, считаю, там небольшие разрывы. У меня на 0,25 баллов я обошла Гродненскую область. Мужчина, который тоже опыт работы там очень колоссальный. Поэтому борьба, вот эта конкуренция, конечно, я не ожидала. Далее прошлися по предприемстве. И хотя наша здымочная группа тут бывала не одной, чай, каждый раз нас чекает нечто новое. Например, в худшем часе плануют уж сильно заняться эмбреотрансплантацией. И тогда не треба будет куплять быков за мяжей за десятки тысяч долларов. По коль же каждый год предприемство набывает, например, по 8 голов молодняка. И дорожшее. Многие из породистых живел у вынику важать до полутора тонн. Понадзирали и за скрупулезным технологичным процессом. Вось тут отбор проб молока от коров, які народились после штучного осемянения. Треба ведать, які властивости оно мая. За измену, а гэта 12 годин, тут анализуют коля 6 тысяч проб. Анализируем пробы молока. Исследуем их на жир, белок и соматические клетки. А гэта – лаборатория фасовки. Тут материал для осемянения пакуют у вось такие пайеты. А потом у суседнем помешканне проходит их попередняя заморозка при температуре минус 120 градусов. Замораживается и берется сперма от быков производителей. Примерно в день мы берем сперму быков производителей где-то 11-12 тысяч. Примерно приходят 40 быков. Далее у весь материал отправляется у сховиша. И тут заховывается у ватки мазоти. Гэта амаль – минус 200. Вот этого запаса тут коля 10 миллионов доз материалов для осемянения хопить году на пять. Наше предприятие является генетическим центром в области. Мы улучшаем не только породные, но и продуктивные качества животных. Запас спермы – это порядка пяти лет. Мы можем спокойно работать и знать о том, что искусственное осемянение и дальнейшее производство молока и мяса будет на протяжении пяти лет, как минимум, без каких-либо сбоев. Скажите, куда вы продаете биоматериал, скажем, не только в нашу область? Кто еще заинтересован покупкой? Основными покупателями нашей продукции являются, конечно, сельхозорганизации Гомельской области. Но также мы сотрудничаем и с шестью племенными предприятиями нашей страны, а также за рубеж – это и Казахстан, и Россия. Какие цели наверняка амбициозные есть у вашего предприятия? Поделитесь, пожалуйста. Вы знаете, мы, еще раз повторюсь о том, что мы следим за тенденциями развития, и сегодня во всем мире очень популярно, и это эмбриотрансплантация. Мы готовим наших специалистов, и в дальнейшем от одной высокопродуктивной коровы мы можем за год получить не одного теленка, а шесть-семь. Задача для региона – целиком перейти на штучное семянение буйной рогатой живелы. Тогда якость мяса и молока можно будет продбачить за год. А это – важный накерунок развития сельской господарки. Марина Северьяна, Валерия Гапанько, Телерадо и компания «Гомель», Гомельский район. Сегодня в нашей стране означается День библиотек. До святкования этой даты, каждая книжная сховиша подрихтовала насыщенную программу для гостей. В «Гомеле» о полдне распрощался библиодень каля областной библиотеке. Наведовальники могли убашить выставочные и краознавшие проекты, так само почитать книгу в импровизованной читальной зале под открытым небом. Букинистичная крама пропановала редкие особники классичных творов и сборников поэзии. В 18.00 в библиотеке имя Ленина открылась «Библия-ноч». В программе творческие мастерни, литературно-музычный салон, юридичный клуб, презентация книг гомельских авторов Ивана Штейнера и Юрия Плескачевского. Центральная городская библиотека имя Ерцина так само не засталася в Баку от свята. Там открылась выстава выхованцев Гомельского мастацкого колледжа и прошла презентация книги Александра Некрашевича про историю Гомеля. Так само гостей запросили на вернисаж Норека Сарабикяна. «Земля и небо» у картины галереи Гаурила Вашенки открылась выстава живопису Святланы Наздрын-Плотницкой. На ее и представлена коля 25-ти полотна. Серая работа «Земля» – это малявничие пейзажи, а так само картины, просвеченные историей семьи Масташки. В другую участку выставы под названием «Небо» вошли работы, которые раскрывают христианский светопогляд Святланы и ее душевные переживания. Первая початковая экспозиция рыхтовалась до выставы у Александра Невской Лауры в 2015 году. Проспять годов ей дополнили новые картины «Утымлику опошния» выява Святой Матухны Манефы, написанная по благословению архиепископа Гомельского и Жлобинского Стяфана. Центр экспозиции – работа под названием «Данила Заховальника». «Работа, которая за нами, к ангелу-хранителю, она – работа 1999 года, которая висела на этом месте 21 год назад на такой же выставке в этом зале, тоже по центру. И были совершенно разные другие работы, но не эти. То есть были другие работы того периода, написанные в период 1998-1999. Это была первая персональная выставка в Гомеле, 21 год, можно сказать, что время прошло. И сейчас работы, они включают в себя как работы нулевых, так и работы последнего 2019-2020 года. Светлана Ноздрын-Плотницкая – член Белорусских союзов мостаков и дизайнеров. Удельница республиканских и замежных выстав. Ее работы знаходятся в Национальном мостовском музее Беларуси и фондах Министерства культуры. Гэты инши новины, информацию о проектах телерадо-компании Гомель вы можете знайсти на нашем сайте, интернете по адресе www.trgomel.by. На этом выпуске завершено. Всего доброго и до встречи в эфире. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» Гомель в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. В Рогачевском районе женщина подожгла бывшего мужа, а потом попыталась покончить с собой. Столь активным действием происшествовал конфликт, который произошел между супругами на почве ревности. 13 сентября 50-летняя женщина поссорилась с мужем. Она облила его бензином и подожгла. Огонь быстро распространился по одежде и по дому. Мужчина выбежал на улицу и смог потушить на себе пламя, а женщина попыталась покончить с собой. Обоим вовремя оказали медицинскую помощь. Мужчина с ожогами различной степени тяжести в больнице. Дом спасли соседи, которые заметили пожары и вызвали МЧС. За покушение на убийство возбуждено уголовное дело. Задержан бесправник, который смог уйти от погони ГАИ в Турове. Инцидент произошел 6 сентября. Внимание экипажа привлек тонированный ВАЗ без регистрационных знаков. Инспекторы подали водителю сигнал об остановке, но тот пошел в отрыв. В ходе преследования водитель автомобиля «Жигули» грубо нарушал ПДД и создавал угрозу безопасности дорожного движения. В какой-то момент он выехал в поле и там скрылся. Позже сотрудники ГАИ нашли нарушителя. Им оказался 17-летний житель Брестской области, который в марте уже привлекался к административной ответственности за езду без прав. На подростка инспекторы составили 7 административных протоколов. В Будокошелевском районе 10-летняя девочка отравилась алкоголем, который хранился в бутылке из-под газировки. Ребенок в больнице. Инцидент произошел вечером 13 сентября. Девочка сделала пару глотков из бутылки, в которой вместо газировки родители хранили алкоголь. И пошла в магазин. По дороге она почувствовала недомогание, а вскоре потеряла сознание. В состоянии алкогольной комы ребенка доставили в больницу. Сейчас состояние девочки врачи оценивают как удовлетворительное. А милиция проводит проверку. Ночи стали прохладнее и начались пожары из-за нарушений в использовании печного отопления. Так, в Калинковическом районе в деревне Капличи произошел пожар в доме. Есть повреждения, но спасатели сбили пламя. Обошлось без пострадавших. Большая часть имущества повреждена огнем у владельцев жилого дома в Речицком районе. Накануне неосторожная эксплуатация теплогенерирующих устройств привела к ЧП в деревне Первомайск. Там тоже обошлось без пострадавших. На сегодня все. Оставайтесь на «Беларусь-4». На телеканале «Беларусь-4» Гомель. Новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Женский гандбольный Гомель проведет завтра второй поединок в чемпионате в Беларуси. В Минске команда Томожа Чаттера сыграет с новичком, звездой. Начало поединка в 17.00. За прямой трансляцией можно будет следить на сайте Белорусской федерации гандбола. Столичная команда стартовала в чемпионате с двух поражений. У Гомеля в активе победа над молодежной сборной. В Гомеле состоялось юниорское первенство страны по вольной борьбе. Состязались спортсмены 2000 года рождения и моложе. В командном зачете у парней сборная Гомельской области заняла второе место. Победителями первенства в своих весовых категориях стали Дмитрий Шамел и Анатолий Громыко. Алексей Пархоменко завоевал серебро. Бронзовые награды у Ивана Громыка, Александра Волчка и Анатолия Герасимчука. Девушки в итоговом протоколе расположились на третьей позиции. Чемпионками в личном зачете стали Надежда Булана и Виктория Олеся Дегтяренко. У представительниц нашего региона одно серебро, но у Евгении Халецкой. Бронзовые награды примерили Валентина Филипченко, Вероника Чеботарева, Диана Познякова и Яна Клеменкова. Отличились и борцы классики. В Гродно проходил турнир на призы Гродненского горосполкома. На весовой категории до 60 килограммов не было равных гомельчанину Глебу Макаренко. В Заславле состоялись Республиканские Олимпийские дни молодежи по академической гребле. В соревнованиях приняли участие более 120 спортсменов возрасте 15-17 лет. В командном зачете победила сборная Минска. Гребцы из Гомельской области расположились на второй строке итогового протокола. Единственную золотую медаль для команды нашего региона завоевали Антон Бондарь и Никита Витковский. Они первенствовали в заезде парных двоек. Кроме того, в активе нашей сборной 6 серебряных и 5 бронзовых наград. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4. Оставайтесь на Беларусь4.